здравствуйте друзья пару дней назад я повесил такой ролик ну ностальгический можно сказать там съемки 97 начинается с 31 декабря 97 года за полтора часа до нового года я так с камеры значит там прохожусь по дому где мы жили тогда и ну и потом там собачки наши там в канаду мы ездили там я рыбку мы смотрели там где мы рыбку приобретаем там с борта это было в канаде банковере точнее в ричмонде чуть южнее ванкувер в общем светлана увлекалась видеосъемкой и приобрела первую нашу видеокамеру где-то году в девяносто шестом девяносто шестом сначала там было просто ленточная на пленку писала потом писала на пленку на какой-то поменьше но в цифровом формате меня все время удивляло что мы каждые два года меняли камеру потому что технологии менялись я думаю надо же только купили камеру совершенно новое можно сказать все такое и вот и надо опять а была у нас камера такая большая куда просто кассета веще составлялась и писала прямо на кассету тоже такая у нас была в общем сколько их там было этих съемок и ну те из вас кто через это проходил те знают что в какой-то момент значит встает вопрос как это все перекачать цифровой формат и уже не там ну как-то и бессиаров уже этим у нас нету и в общем непонятно как вот и даже сервисы куда можно было раньше там прийти и отдать чтобы тебе перекачали так даже эти сервисы исчезли и надо куда-то посылать там по почте они там будут перекачивать самое главное что вы можете послать пленку ну кассету на какую-то того или иного размера или формата но если вы не можете посмотреть что на ней есть долго как как знать вообще качать не качать но все это такое странно но какое-то количество файлов которые всего там разных причин мы успели перекачать сами мы всегда сами качали вот что-то осталось короче светлана у нас как человек который такой очень аккуратный систематический она все это держит там специальных местах и классифицирует и подписывает и называет и в общем-то у нее по годам разложено и как и тут она сделала такой ролик минут на 45 наверное практически не редактировать просто она она просто перекачка и занималась да вот перекачал то что было вот за какой-то период времени там получилось на 45 минут и знаете даже вот со звуком так занят на прошлом как-то звуковая дорожка и видеоряд они расходятся и ничего сделать нельзя как-то вот так уже получилось она уже в этих файлах так если только вручную там как-то не не пытаться это подстроить и некоторые вещи ну света считает что такое очень приватное что нефига там вывешивать на публичное обозрение но я с ней договорился что я что-нибудь такое безобидное там возьму вот и так чтобы ей на проверку дам на как опроволок такой да и вообще у меня на 6 минут получилось такой ролик небольшой немножко того немножко всего вот света так посмотрела разрешила я повесил и без всякой мысли такой знаете что это может вызвать какой-то такой резонанс положительный но за меньше суток ну приближалась там к суткам где-то где-то между шестью и семью вечера вывесил вчера сегодня к этому моменту там уже было восемь с лишним там тысяч просмотров что для нас довольно много за один день это очень много и там было тысячу сто лайков слушайте но надо же так там было тысячу сто лайков практически не было дислайков там 11 ну где-то вот один процент стартом ну то есть какое-то смехотворное количество и и так столько комментариев и столько тепла как бы и тогда я прямо расчувствовался и я обязуюсь порыться в тех файлах которые у нас есть у меня даже на хард-драйве довольно много этого было хозяйства если что конечно там не не high definition все это в основном и естественно там три на четыре они 16 на 9 и я даже боюсь соврать я даже не знаю будет и вытащится ли там например 480 резолюции или будет 360 вот вот не знаю но я порой я обещаю раз такое дело что вдруг такой интерес у нас есть вот начиная где-то с 96 года обычно снималась на днях рождений ну ну моих там или светиных в лесу там в доме какие-то партии тогда мы что-то 20 лет назад мы как-то чаще собирались и злоупотребляли значит не столько алкоголем сколько вот покушать алкоголем мы никогда не употребляли но можно сказать практически не употребляли вообще но ваши какие-то веселые партии были а с возрастом получается такая история что во первых есть уже так стараешься смотришь чего там съесть не съесть так напрягаешься тому этого нельзя тому сего нельзя кроме того когда например вот у тебя дети и ты норовишь по там на парте особо комитетом подросли вот тебе хочется на парте а когда у тебя уже дети выросли куда-то уехали а а есть внуки то тебе уже хочется побыть с внуками править когда когда у тебя дети тот тебе хочется быть вырваться на парте там с людьми пообщаться а когда внуки тоже хочешь не вырваться ты хочешь очень клуб поэтому получается такая история что собрать там 20 человек или там 30 человек сложно в заключите люди которые когда-то вот так собирались легко они теперь либо вообще не собираются либо собираются очень сложно поэтому видите как у нас получается ну мы снимаем конечно мы мы снимаем внуков мы с ним мы снимаем какие-то семейные мероприятия светлана снимает не я я там могу как-то поучаствовать по чуть-чуть в основном это делает света она видеограф на семейный поэтому ее съемки в общем-то никогда не были предназначены для какого-то такого публичного показа она снимает для семейного архива вот и до того как появился этот канал так я вообще и не снимал но практически никогда ничего не снимала зачем мне было снимать куда мне девать все это все вот так что все эти съемки сделаны светой и я очень как-то так растрогался и вообще вижу такой интерес думаю боже неужели вот поди знать что кому-то вот интересно такое смотреть но если интересно то у нас есть у нас есть я обещаюсь значит там бороться вы видите какой дождь ребята знаете как вот есть такой анекдот старый как сидят мужики на заваленке а там узкоколейка и так вот паровозик какой такой маленький стоит на и так и пыхтит чуть-чуть чуть-чуть и не идет никуда но и мужичок там сигар сигарку курит и гоню не это же точно не пойдет никуда на кейп защищу с места не тронет старого это точно потом а чуть-чуть чуть-чуть и пошел на так пошел пошел и первый гайда теперь вообще его хрена становишь то второй год это точно и вот я так тоже знаете когда не было дождей уже как-то привыкли что без дождей будем жить а сейчас пошли дожди не как-то я сомневаюсь может знаете как-то нет уверенности и поэтому каждый раз опять дождь и думаешь неужели это случилось вот так что никто вот никто последнее время не пишет что калифорния от засухи погибнет если напишет вы им не верьте у нас уже много дождей все ребята счастливо я с вами прощаюсь извиняюсь за скрип но дворники новые еще не притерлись счастливо